Посмотрите, в какую сказку мы попали. Сегодня чудесная погода. Наступил февраль. Сегодня 1 февраля 2022 года. Ой, как время летит. Вроде бы недавно Новый год был и уже февраль. Не за горами весна. Сегодня, дорогие мои слушатели и зрители моего канала, я вам хочу показать волшебство зимних пейзажей. Мир природы. Он всегда вдохновлял меня. Наверное, это связано с тем, что я родилась и выросла в тайге. Да, это было много лет назад. Это был Урал. И насколько мне мама рассказывала, мое детство прошло с пеленками, обвязанными вокруг кустов, и с медведями, которые ходили по тайге. Там было открыто месторождение, и мои родители поехали по комсомольской путевке. Вот таким образом я выросла в тайге. Поэтому, наверное, у меня такая ошеломительная любовь к лесу, к природе. Я и воду люблю. Тут рядом Днепр, недалеко. Когда-нибудь я сделаю тоже такой ролик, видеоролик, и покажу вам, как у нас на Днепре красиво и хорошо. И вот действительно та любовь, наверное, связана с запахом леса, родниковой воды, леса Валежника, непроходимой тайге. И, наверное, вот у меня такая действительно любовь к природе зародилась именно там. Ну и сейчас, когда мой возраст перевалил за 60, мне очень захотелось купить жилье здесь, возле леса, жить, так сказать, в уединении с природой. Думаю, что в моей жизни наступил именно такой момент, что мне просто нравится наслаждаться жизнью в тишине и покое. Когда ты просыпаешься утром, а из окна смотрят на тебя и приветствуют тебя с добрым утром вековые сосны, белки торопливо бегут в припрыжку к твоему ореху, который растет возле дома. Я вам также скажу, дорогие мои слушатели и зрители моего канала, что жизнь после 60 дает ощущение покоя. Когда уже никуда не спешишь, не надо сломя голову бежать на работу, детей отводить в садик, школу, все это в прошлом. Раньше в молодости мне казалось, что когда мне будет 40, я уже буду полной старушкой. Теперь я с улыбкой вспоминаю, что я глубоко ошибалась. Сегодня я люблю свой возраст. Потому что ощущение полной свободы дает мне возможность наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Меня часто спрашивают те, кто много лет, конечно, знают меня. Расскажи, как тебе удается быть таким живчиком по жизни? Да, действительно, в моей жизни присутствуют и танцы, и горные лыжи, и верховая езда, и много всего разного, чего я только не умею. Жизнь научила в свое время меня и яхтой управлять, и моторной лодкой. Я вам так отвечу. Да, не скрою, по своей натуре я энергоджайзер. Поэтому иногда могу быть лидером. Если это, конечно, уместно, могу повести за собой других и зажигать в их сердцах огонь. Упрямство у меня хоть отбавляй, но без этого, я думаю, качества в моем характере, я бы не смогла достичь тех целей, тех благ, что на сегодняшний день позволяют мне жить безбедно. Реализовать, возможность реализовать свои желания, свои мечты в жизнь. Об этом я пишу в своей аудиокниге «Путь к любви длиною в жизнь». Кому интересно, вы можете послушать. Мои секреты молодости, в общем-то, очень просты. У меня нет вредных привычек. Я держусь подальше от алкоголя и сигарет, веду очень активный образ жизни. Диеты я никогда не соблюдала. Основное правило – это здоровое питание. Сейчас в современном мире очень много химии пичкают производство продуктов. Действительно, вот на полках супермаркетов трудно выбрать натуральные продукты, экологически чистые. Поэтому я стараюсь выращивать сама овощи на грядках. Стараюсь больше замораживать на зиму. Консервации делаю на зиму мало. При этом использую я в качестве консерванта свой яблочный уксус. Молочные продукты здесь можно купить у местных фермеров, которые живут поблизости. Держат коров, коз. В общем, собственно, делают очень хорошие молочные продукты. Причем натуральные, естественно же. И мясо у них можно купить. То есть это немаловажно в нашем образе жизни, что мы едим. Я думаю, это правильно, если ты придерживаешься здорового питания. Тогда и здоровье тебя не подводит, собственно говоря. По-прежнему я продолжаю строить планы, мечтать, куда поехать. Очень люблю Красное море, его подводный мир. Думаю, что и в нашем возрасте, когда существует такой девиз, я не старею, а взрослею, уместно мечтать. Нет мечты, нет будущего. Я думаю, что стремится каждый день менять свою жизнь к лучшему. Как же тут без планирования и как же тут без мечты? Не должно быть все равно, что будет завтра. Я так думаю. В следующих роликах я вам расскажу, какая у меня физическая подготовка каждое утро, что я делаю, как я провожу свое время. Если вам будет интересно, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей растущей семье. Я молодой блогер, но мне хочется донести именно эту тему для многих женщин, может быть и мужчин, моих сверстников, потому что я считаю, что здоровый образ жизни – это здорово, и это интересно. Ведь когда ты здоров, ты счастлив. Счастлив, что тебе не нужно бежать в аптеку за лекарствами. Ты счастлив, что у тебя молодой взгляд на жизнь, что у тебя душа не стареет, а взрослеет, и ты приобретаешь мудрость. Ну, в общем-то, вот такие мои постулаты жизни. До новых встреч! Буду рада с вами в следующем видео-встрече. До новых встреч, мои дорогие! Люблю вас! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok